Да, друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях снова Серёжа, и мы хотим продолжить формат Человек и игра, точнее, будет сказать Серёжа и игра, потому что, да, Серёжа вновь радует меня и, надеюсь, вас своим присутствием на канале, приносит интересные, на его взгляд, игры. Вот, и сегодня у нас будет история про игру империализм. Империализм, да, дорога к доминированию. Это хорошо. Историческая, стратегическая игра? Да. Да. Но начать я бы хотел не с этой коробки, а совсем с другой, потому что, как если кто-то смотрел Казаков, как мы играли, и про то, как я рассказывал про эту игру, увлечение там началось с компьютерной игры. Здесь произошло ровным счётом то же самое, вот, и началось вот с этой компьютерной игры империализм 2, The Age of Exploration. Игра 99-го года, да, я считаю, что это вообще золотой век компьютерных игр, под винду, хотя тут можно... Цивилизация, ой, я так подожди, цивилизация вышла, Age of Empires уже вышла. Очень много всего вышло, вышли Герои 3 в 98 или 99-м году, вышла Half-Life 1, вышла Альфа Центавра Сида Мэйра вышла в 99-м году, одна из любимейших моих игр. Вот, что ещё, что ещё, что ещё? Ну, да много чего, да, цивилизация, DarkSraft 1, StarCraft, StarCraft 2 уже был. Нет, 2-го не было, StarCraft, вот где-то там 97-98 годы. Ну, короче, да, про империализм, это было отличное время. Империализм, стратегическая пошаговая игрушка, да, вот, с такой аскетичной графикой, но с очень глубоким наполнением. В этой игре можно было и нужно было строить свою европейскую империю. Не только европейскую, мы выбирали одну из европейских стран, там Испания, Португалия, Англия, Франция и так далее. И надо было приходить к мировому господству через, путём открытия нового света Северно-Южной Америки. Надо было проводить завоевательные войны, надо было налаживать добычу ресурсов, торговлю, исследования. Это, ну, полномасштабно, 4Х, да, фактически, вот то, что это называется. Explore, Expand, Exterminate, Extract and Exterminate. Всё подряд, да. Так вот, и очень многогранная игра, где важно было выстраивать цепочки производственные, где важно было налаживать торговлю, а торговать можно было там, там десятка, три или четыре видов товаров. Слушай, она запакована? Да, она запакована. Ну, это коллекционная, коллекционный образец. Так ты купил в те времена не её? Нет, я её позже купил гораздо, играл я... На пиратке? Да. Ну, в 99-м году, да, редко можно было найти что-то лицензионное за вменяемые деньги. Я и на каком-то сборнике играл. А, кстати, Popula's Dugginen ещё была в 98-м, в 99-м году. Так вот, и она была на сборнике. Пахнет прям библиотекой. Ну, класс. Это мануал к игре, кстати. Ну, мы ещё вернёмся, да? Да, его не обязательно читать целиком. Вот. Короче, игра многоплановая, многообразная, интересная для любителей исторических, таких военно-экономических стратегий. И вот самое то. Я до сих пор залипаю в неё, на gog.com она есть. Я её себе взял там за каких-то там 80 рублей, сколько она стоит, да. До сих пор играю, получаю невероятное удовольствие. Тут уже есть free internet play. Я её видел в буклете. Уже в 99-м году был... Я не знаю, кто практиковал этот internet play там. Кто-то практиковал. В Америке, возможно. Музыка аутентичная в игре, вот эта барокко, там скрипочки всякие, биоланчия. Вот. Она очень как бы соответствовала духу игры. Музыка в таких стратегиях обычно очень атмосферу создаёт. Да, и по полнейшему завоеванию Америки, там все вот эти вот племена, можно было с ними договариваться там, торговать, можно было завоёвывать там. Вот. Короче. И когда я увидел просто вот эту вот коробку, я просто подумал, что это один и тот же мужик на самом деле. Ну вот этот шлем конкистадорский. И, конечно, и всё. И у меня вот это вот ностальжия, вот это накрыло. Потому что, ну, сколько лет, сколько прошло время? 20 лет прошло. 98-й год. 99-й год. 20 лет прошло. И вот я вижу эту настольную игру. Настольную игру увидел Серёжа. Первым делом, конечно, я посмотрел, что она не переведённая, не локализованная. Начал искать. Ничего про неё не нашёл вообще в русском сегменте, в российском. Ни правил не переведённых, ни вообще каких-то проектов по ней. Ничего не нашёл. Что-то не нужно, кроме тебя. Да, видимо, так. Я её взял, получил, распаковал, увидел вот это аскетичное поле, минимум элементов каких-то. Но когда я начал разбирать правила, и когда я начал отыгрывать пробные партии, я просто понял, что дух игры в целом, ну, они не связаны никак, кроме названия и эпохи, которая там освещается. Но вот дух этого империализма, он остался. Это захват новых земель, и что у нас империализм вообще такое? Это колонизация, это основание колоний, парамощения, конгистадоры, да. И самое главное, это, конечно, противостояние экономик, сверхдержав мировых и армий, и флота. Всё это здесь, в этой игре есть, на самом деле отражено. Какие-то даже политические интриги того времени. Вот. И попробуем поиграть. Да? Вот. Сделаем стартовые раскладки, объясним правила уже как бы в новом видео. А вообще, очень здорово, что порой можно вот так вот, поиграв когда-то давно в компьютерные игры, находить какие-то аналоги в настольном мире. Сигру тебе продал вот этот дядечка фактически. Да, как ни странно, это такая вот история. Просто такое, да, это можно сказать, лицо эпохи. Да, лицо эпохи, это бородатый дядь, как конгистадор, как это правильно, шапка называют? Шлем. Это шлем, это просто шлем. Конгистадорский шлем. Шлем конгистадорский, да. И вот эта седина в бороде, понимаешь, она и там, и там у него. И все, все. Это продало Сереге игру. Абсолютно. Ну, друзья, в общем, переходите по ссылочкам в описании. Там мы поиграем сейчас втроем в эту игру. И вам спасибо, и ставьте лайки, Сережа, чтобы эта рубрика продолжалась. Все, всем спасибо, переходите по ссылкам. Субтитры сделал DimaTorzok